Чтение Азана и Экамата новорожденному ребенку. Кратко и конкретно. Первый хадис — это свод хадисов имама Абу Дауда. Хадис достоверный, степень достоверности Ахасан, передается от одного из подвижников о том, что он видел, как пророк Мухаммад . Продолжение следует. А я видел, как посланник Божий прочитал Азан в ухо Хасана ибн Али. Сын Али, вот это Хасан, он же и внук самого пророка Так вот, с подвижней говорит, я видел, как послание Божие прочитал азан, азан, который читается на намаста, Аллаху Айкбару, Аллаху Айкбару. Все знают. Он прочитал на ухо новорожденному Хасану хина валяда до Фатимы, то есть когда он родился, когда его родила Фатима, дочь пророка. Это первый хадис достоверный. Еще один хадис, еще два хадиса. Тоже по поводу Хасану Али передается, что пророк Мухаммад Али Иисусалм говорит, что хадис приводится в своде хадиса Байхаки. Степень достоверности не очень высокая, я бы сказал бы низкая, но в общее дополнение он полезен. У кого родится ребенок, и ребенку прочитают в правое ухо азан, в левое и камад. Знаете разницу между азаном и камадом, если что наума.ру посмотрите. У кого родился ребенок, и он прочитал ему в правое ухо азан, в левое и камад, то джинн Умму Сибьян не нанесет вреда. Их интересно будет. Суть в том, что ребенок будет изначально с рождения защищен. Не так, что прямо таки на всю жизнь. Но. Уже от него будет отстранено, удалено. То есть силы этой молитвы, этого призыва на молитву, то есть вот там проговаривается исшигада, сейстили Ддинам Божьей. То есть вот эти все моменты, которые там сакральные, мощные смыслы есть. То есть чтение их азан в право ухо и команд в левое защищает ребенка от пагубного дьявольского влияния. И второй, он от Ибн Аббаса, тоже бай хақы. Анна Набия, салалаллаху алей асалам, адана фи адзуниил хасану али, я маулля, ваа ақама фи адзуниил юсра. Здесь говорится, Ибн Аббас, известный сподвижник рука Мухаммана, передает, что посланник Божий прочитал, когда Хасан ибн Али родился, пророк Мухаммад прочитал ему в правое ухо азан, влево – икамат. То есть вот эти два хадиса, где оговариваются в том числе икамат влевое, у них степень достоверности невысокая, но они не являются в то же время абсолютно недостоверными. Поэтому практика мусульманских народов, и всегда в мусульманском богословии была, новорожденным читается азан, не надо кричать, орать ему на ухо ребенку, спокойно, ровным голосом кладут ребенка на столе, это как удобнее, кладут ребенка, поворачивают, прямо ему там открывать ухо, тем более, если холодно или ветер, или сквозняк не надо. Чуть можно приоткрыть, чуть развязать его шампочку, чуть-чуть. Вот в правое ухо читается азан, потом можно прочитать дуа. Поворачивается ребенок, в левое ухо читают икамат, читается дуа. Великолепно. Это защищает ребенка от различного рода погубных влияний и воздействий. И это суна заключительного Божьего посланника. Например, однажды спросили, вот человек, женщина пошла с двумя детьми в мечеть. Как я понял, это были маленькие дети, азан им не прочитался своевременно. И она решила, пусть им прочитают азан. Чтобы соблюсти эту традицию, по сути дела, азан нужно читать в самое ближайшее время после рождения. Об этом говорится в аддисах. Может ли мама прочитать? Может мама прочитать. Но основное, конечно, папа. Может мама прочитать? Может мама в записи поставить? Не вопрос. Правого ухо азан, главное, в левое ухо икамат. Вот женщина пришла с маленькими детьми в мечеть, сказала, «Марат, это не мусульманское имя, я читать не буду». Так нельзя. Он должен был сказать, что это не арабское имя, но мусульманское. Любое имя, китайское, французское, японское, арабское, персидское, русское, украинское, любое имя является мусульманским. И если носитель его мусульманин. Здесь вопрос воспитания ребенка, прививания ему определенной культуры, донесения до него определенных традиций, постулатов. Поэтому Мула поступил неправильно. Готовая, да? Может, он говорит, что у него были что-то», — сколько – китайский. В. Горк, в. Горк, в. Горк, в. Горк, в. Горк, в. В оригинале этот фрагмент, фрагмент как звучит, хотя здесь стоит все в женском роде, потому что родилась девочка, но богословы говорят, неважно, просто сам сакральный смысл, сакральное вот это вот звучание, метафизическое молитвы, неважно, мальчик родился или девочка, можно эту молитву прочитать, можно, в этом есть польза, пожалуйста, можно. И, например, однажды спросили, вот ребенку не сделали обрезание, вот ребенку не прочитали азан, вот ребенку не прочитали икомат, ой, что теперь не мусуманин. Обрезание отдельная тема, но нужно понимать, что это медицинская процедура, это касается гигиены, даже без обрезания человек, мужчина, мусуманин, ни обрезание, ни чтение азана или икомата не являются и не относятся к основным постулатам веры либо религиозной практики. Но у них есть смысл, есть важность, да, если есть возможность, то лучше, конечно же, эти моменты соблюсти. Игорь Негода. Аминь.